Девушки отдыхают Но я выгляжу старше Ему семь Ты необыкновенный ребенок Люди просто не понимают, насколько ты необыкновенный Бенджамин, ты выглядишь гораздо моложе Однажды я встретил человека, который изменил мою жизнь навсегда Ты болен? Мне говорят, я скоро умру А может и нет Ты странный С годами я не становился старше Я становился моложе Эйзи Это я, Бенджан Боже мой Люди всегда говорили, что ты особенный Но я знаю это точно Каждый считает себя особенным в какой-то смысле Военный патруль Но все мы идем в одном направлении Просто разными дорогами, вот и все Я хочу запомнить нас такими, как сейчас У тебя своя дорога, Бенджан Какого рода становиться моложе? Не знаю, как объяснить Я же не вижу себя со стороны Наши жизни определяются нашими возможностями Мы уже немаленькие дети Бенджи Даже теми, которые мы упустили Я просто думал, что ничто не вечно И это безумно обидно Кое-что вечно Кровь больше не циркулирует по венам Клетки мозга медленно умирают Тело уже начало разлагаться Ты мертва Я не мертва Господи, проснись Энкор Бэй Филмс представляет Анна, Анна! Анна, открой! Пошел к черту! Отпустите меня Пожалуйста Ты по-прежнему стадия отрицания Они видят лишь труп, лежащий на столе И только я вижу тебя по-настоящему Но я не мертва Сейчас только я могу тебя слышать Тогда докажите, что я действительно умерла Как спасти свою жизнь? Она не умерла, да? После смерти Выпустите меня! Анна! Скорее! Кристина Ричи, Джастин Лонг и Лиэм Нисон Жизнь после смерти На собственных похоронах нужно выглядеть красиво Весной в кинотеатрах Потому что запомнит себя именно такой Вот что вы должны знать обо мне Я обеспечиваю весьма необычный вид безопасности Безопасность в подсознании То есть во сне? Фильм режиссёра Тёмного рыцаря Кристофера Нолана Мистер Кобб желает обсудить работу, которую хочет вам предложить Работа обычная? Не совсем Мы создаём мир снов Приводим туда человека И он наполняет этот мир своими тайнами Затем вы находите их и крадёте? Ну, дело, конечно, не совсем легальное Этот приём мы называем начало Я готов Кажется, я нашёл выход И это последнее задание Шанс им воспользоваться Леонардо Ди Каприо Сны более чем реальны, когда мы в них находимся И только проснувшись, осознаём, насколько они необычны Ваше сознание Ответственность была на тебе Ты не готов Может стать местом преступления Зон рушится Всё под контролем Что же тогда было бы без него? Начало Не надо с ним церемониться, малыш Скоро на экранах Субтитры создавал DimaTorzok Можете его описать? Нет Он состоял из углерода? Я не знаю Он общался с вами? Скорее реагировал Вы понимаете, что это? Ваш муж связывался с вами Во время отъезда? Нет Он сам принял решение? Зачем моему мужу идти на самоубийство? Расскажите о нём, что он делал Я выясню, что там Я могла спасти его Две недели назад Из космических колоний Сбежали шесть репликантов Они убили 23 человека И угнали шаттл Патруль обнаружил корабль без экипажа Репликантов не было Три дня назад Да они прорывались в корпорацию Тайрел Двое сгорели в защитном поле Остальные скрылись Мне нужен ты Дело скверное Мне нужен лучший Бегун Я больше не бегущий по лесу Я Рейчел Декард Вы не убивали человека по ошибке? Нет Коммерция А девиз корпорации Более человек, чем сам человек Рейчел Это эксперимент Но удачный Время Еще есть Я разрабатывал ваши глаза Если бы ты мог видеть то, что видел твоими глазами Я? Очнись Пора умирать А если я уеду? Исчезну Ты будешь искать? Не буду Но другие будут Эй, проходи Я хочу жить дольше Отец Так выбора нет Поможешь нам? Думаете, я репликант? Так значит И мы умрем Не умрем Ты веришь мне? Верю Как она может не знать, кто она? Тебя вижу Декор Бегущий по лезвию Бегущий по лезвию Что? Эй Премия за лучшую режиссуру на Санденс Помоги мне добраться домой Хорошо, друг? Хорошо, друг Ты чудо Или у меня галлюцинация от голода Ты особенный Я особенный На планете 7 миллиардов человек Но если повезет, ты встретишь того, с кем хочется провести остаток жизни Боже мой Зрелищно Такого вы не увидите Как я мог забыть эту жизнь? Забавная и уникальная Это только начало Неожиданно и оригинально Пол Дана Дэниел Редклиф Терочинный человек Режиссеры Дэн Кван и Дэниел Шайнерт Доброе утро Сегодня мы поговорим о языках романской группы С нами не поделитесь? Пока нет никаких признаков первого контакта Высота этих объектов не менее четырех с половиной метров Мама, что теперь будет? Я не знаю Аналогичные объекты приземляются по всему миру Доктор Бэнкс, я полковник Джи Ти Вебер Все говорят, что вы лучшая по части переводов Мне нужно, чтобы вы кое-что перевели Так это... Не все способны выдержать такое напряжение Вы давно не попадали в стрессовую ситуацию? Сейчас считается Ответы нужны нам как можно скорее Чего они хотят? Откуда они? Вы готовы? Я не... Я... Я... Черт, это все на самом деле А сейчас что происходит? Они прибывают Господи боже Сколько их? Всего двенадцать У нашего мира нет единого лидера Бессмысленно разговаривать с одним из нас Как нам понять их намерение? Я должна вернуться туда Думаю, вы осознаете, что это крайне рискованно Они пытаются представиться Работают все до единого Мне кажется, что бы ни случилось Все сводится к нам двоим Я знаю, что это Что это значит? Предложите оружие Мне не нужен переводчик, чтобы это понять Мы не знаем, существует ли для них разница между оружием и орудием Китайцы угрожают уничтожить их корабль В ответ Корея и Франция сделают то же самое Возможно, мы в шаге от глобальной войны Нужно связаться с другими зонами Мы должны работать вместе У нас пятнадцать часов до того, как все рухнет Тебе снятся сны на их языке? Я знаю, зачем они здесь Какого черта она делает? Доверьтесь мне! Прибытие Если я захочу о ней рассказать О принцессе без голоса С чего мне начать? Элиза, пойдем! Ну уже, поторопись, давай Глухая, что ли? Немая, сэр Но она вас слышит Прибери здесь И выметайся Это бесспорно самый ценный экземпляр Когда-либо находившийся в нашей лаборатории По-вашему, эта тварь Похоже на человека Расстоит на своих дворах Но мы созданы по образу Божьему Вы ведь не так себе Бога представляете, правда? Это разумное существо Способное понимать речь И различать эмоции Когда он смотрит на меня Я не кажусь ему неполноценной Он принимает меня такой Какая я есть Племена Амазонии Поклонялись ему как Богу Освободить его? Ты в своем уме? Нет Надо его вскрыть И выяснить, как он устроен Я не стану губить Это прекрасное разумное создание Мы здесь бессильные, прости Не делай этого, Элиза Что она сказала? Не делай этого Он ведь даже не человек Если я захочу о ней рассказать С чего мне начать? Даже не знаю Назовите ваш возраст Мне... Мне 34 Я родился 9 февраля 1975 Кто вы? Я господин Никто Человек, которого не существует Мы не знаем, кто такой господин Никто Как он сам Воспоминания пациента противоречат друг другу Ну что, Немо, ты решил? Поедешь со мной? Или останешься с папой? Обратной дороги не будет Поэтому нам всегда так сложно делать выбор Немо! Выбор должен быть верным Скорее! Но пока выбор не сделан Возможно, все Простите, я не понял Вы остались с отцом Или с матерью? Вспоминайте Привет, Немо Я хочу тебя Я тебя тоже Итак, Анна и Немо решили связать себя с священными узами брака Отныне Лиза и Немо Отныне Жанна и Немо связаны с священными узами брака Ваши воспоминания противоречат друг другу Который из всех этих жизненных путей? Какой из них настоящий? Немо? Ты меня любишь? Я не смог бы жить без тебя Ты первый и последний, кого я буду любить Я люблю тебя Смерти не боюсь Боюсь мало пожить Джаред Лито В фильме Жако Вандермаэля Господин Никто Продолжение следует... Это хоаст, да? Это Клим? Я assure you Нет Что это? Я не знаю Это где-то place that does a thing the first thing we need you to do mr. bearish is to go home and collect everything you own that has some association with clementine you want to empty your home you want to empty your life of clementine my morning you'll be gone perfect ending to this piece of shit story can you hear me i don't want this anymore let it go now so remember me oh 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 oh